ребята всем привет 9 11 23 сегодня с гайдой пока я сейчас ружье раскладывала на мне тут уже воем своим покоя не давала погода минус 5 снега не было следов в лесу полно просто море поэтому я сразу ее привел сюда вот на жировке сейчас отпущу и пусть ищет давай гайдочка все давай отпускаю иди сюда иди 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 посмотри углу стой 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 ошейник то давай отцепим и побежишь что ты как не родная давай ищи ищи гайда ищи ищи вещи ищи все ребят все сразу вот следы за ищи сейчас она будет искать все до подъема все гайда в поиске пошла в завалы в жировке там дофига жировок за ищих вчера там пока грей ждал ходил вот здесь дофига жировок нашел вот она туда и потянулась так чё сегодня зарядим зарядим сегодня в получок тройку на бездымном в чок зарядим единицу на бездымном все теперь я готов ждем подъема ребята гайда крутится на тех вот жировках кругами опять круговым полазом я пойду туда вот стану слезается вдруг здесь есть он обязательно туда пойдет потому что тут вот так вот дорога идет он она гайда возле осин свежих завалившихся крутится как раз вот на кормовых местах следы за ищи есть и мелкие и крупные так что я думаю что сегодня вот след ночной наверное похоже на ночной уже по корке я думаю что чего-нибудь сегодня все равно она прихватит подымет погоняем возьмем не возьмем тут уж как бог даст погонять то я думаю погоняем по ищи по ищи по ищи по ищи давай 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 по ищи по ищи видите под каждый коряга опять под каждым кустом передвигается с одного места на другое мне нравится вот ее действия как она работает в палазе и что вот с гайдой конечно приятно а не уходит далеко угры есть привычка вот он как уйдет метров на 800 и начинает там искать а это обследует рядом со мной все места и зачастую как правило рядом со мной подымает тех зайцев которые грей пропускает рядом со мной гайда их подымает и они как правило крутятся ну может быть в радиусе там 800 километр дальше не уходит давай гайда по ищи по ищи по ищи по ищи по ищи по ищи чем ребят примечателен вот этот лог здесь много завалено осины и каждый год она падает каждую осень когда ветра начинаются тем самым создается природная кормовая база для зайца и в этом логу зайца всегда можно взять он всегда здесь есть возьмешь одного придет другой но как правило их тут несколько живет и здесь вот постоянно жировки когда-то еще давно когда мне лет наверное девять или восемь было я здесь в этом логу петли ставил на петли зайца ловил вот это сколько лет уже прошло лет наверное 28 и до сих пор мы здесь в этом логу охотимся и добываем отсюда зайца гайда все тут вот так это крутится по этому пятаку заяц здесь есть сто процентов он здесь сейчас где-то в завалах этих лежит главное его выкрутить я пока что стою на чистом на выходе из этих завалов здесь буду зайца ждать почему-то как правило как правило и когда его собака здесь в логу подымает он постоянно идет вот в эту сторону сторону где я стою не в противоположную именно вот в эту сторону я не знаю чего это зависит но я это очень много раз замечал что вот он именно сюда идет гайда у нас сейчас я вам скажу сколько метров она от нас ушла и в каком направлении она движется так гайда 140 метров в том направлении идет о парни голос отдала вот опять пять минут прошло как мы в лес зашли и опять в этом же логу как я и говорил отдала голос все парни будем ждать что будет дальше как дальше события будет развиваться но это парни еще не подъем заяц где-то с ней рядом она его чувствует и да борит еще не гонит но голос отдала это уже хорошо 200 210 метров в районе лёжки где мы тогда с ней зайца с лёжки я стрелять не стал в этом районе она крутится делает такой вот оборот ко мне как бы идет под добавивает вот ребята след свежий похоже что вот как бы она его гнала постою пока здесь она вот там вот сто метров от меня крутится вот так вот 140 метров от меня крутится там гавкает заяц походу где-то вот здесь он был вот в этих вот завалах короче вот здесь вот буду стоять на ее следе посмотрю придет он не придет сюда но маровато очень маровато очень-очень маровато она работает сейчас следов много сбивают они и а 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 и и а и и и и и и Продолжение следует... Ушла, короче, на дорогу, как мы сюда заходили, на пересечение. Заяц, если она его гонит, может вот оттуда пойти сюда. Надо вот туда поближе подойти. Вот она, дорогу пересекла уже. Уже пересекла ее, уже пошла туда, в тот лог. Ка пойду-ка я туда встану. Поближе. Вон он сидит. Все, готов. Быстрая охота у нас сегодня получилась. Гайда, вот, 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 вот. Гайда, вот, 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 вот. Ребят, короче, ребят, там она его подняла, он ее скинул, вот здесь вот. Я на гонный след пришел, она, видать, он скинулся, вот тут залег, а она дальше прошла его искать. Я потом ее увидел, она вот так вот пошла туда. Я пошел к ней, и его столкнул, он вот тут лежал. Я его два раза выстрелил, подранил. Камера была выключена. Потом уже камеру включил, когда он подраненный вот к березке подошел. Я его добил, чтоб не мучился, не люблю я, чтоб животные мучились. Все, ребят, с полем. Охота архи-быстрая получилась. Здесь заяц хороший. Вот он. Гайда, вот он, вот, 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 вот. У, блядь. Ребята, вообще охуенный беляк. Вот. Гайда, вот, вот, иди сюда, вот он. Вот, ребята, с полем нас. Хорошо, мы сегодня быстро отработали. Наверное, вся охота заняла минут 30. Гайда, вот, 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 вот. Иди, вот он. Вот он твой заяц, иди. Иди сюда. Иди, вот, 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 вот. Гайда. О, дура. Гайда, иди сюда. Вот, 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 вот. Сейчас она дойдет. Она до него не сможет дойти, парни, потому что она след-то потеряла. сейчас я пойду до нее дойду ее сюда подведу вот иди сюда гайда вот он гайда сейчас может она его след прихватит кровавый вот он кровил я его подранил вот видите вот он уже подраненный был вот здесь его хорошо засадил вторым выстрелом и вот она все вот вот след вот 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 он 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 лежит вот он все 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 отрыж нельзя нельзя а то я тебя знаю ты сейчас начнешь его хватать все молодец молодец да вот он вот он вот он все 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 сейчас парни подождите это же это же гайда с ней отрышь нельзя сейчас эти дам пазанок все молодец 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 иди сюда иди все 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 стоп стоп ну иди гайда ты почему такая ты когда научишься вот грей вчера понюхал зайца и отошел а ты с ума сходишь давай сейчас я тебя привяжу и включусь так ребят раз уж охота у нас такая быстрая получилось еще раз расскажу как суть до дела было значит гайда вот там 200 метров подымает зайца гон в общем мороватый такой сбивающийся постоянно начала вот там подымает и вот так вот так вот его вот сюда вот гонит отсюда за это разворачивается начинает идти сюда западает вот под вот этими вот кустами гайда пролетает дальше по следу там его ищет найти не может уходит вот туда я к этому времени подошел вот к этой вот березе думаю здесь на следу постою на гонном подожду смотрю гайда уже туда прочесала в ту сторону я думаю ладно пойду за ней значит смотрите вон она гавкает зайца просят значит начинают это березы идти сюда только сюда подхожу заяц вылетает вот отсюда я ему первым даю вот полетели картонные прокладки вот они короче видите все короче полетела я его первым даю от неожиданности промахиваюсь вторым сразу же даю и попадаю в него вот он сейчас я покажу где он выскочил вот он сидел вот видите все протали протали на и мех вот тут он уже сидел уже протопить чуть-чуть успел это его скидка была вот он вылетел вот он вылетает сейчас посмотрим как дробь пошла вот он вылетел вот первая дробь пошла вот она я его не зацепил а вот нет вот вот дробь пошла вот вот тут я его зацепил четко я его зацепил здесь вторым я ему даю и конкретно его цепляю он присел вот она вторая дробь пошла вот она ребята пошла вторая дробь от второго выстрела и значит вот он тут вот он присел и дальше уже вот он начинает вот она кровь он начинает припадать вот тут он вообще конкретно закровил в общем он дотянул вот до этой осины где рюкзак с ружьем стоит и сел я еще был метров 15 него я думаю что животное будет мучиться добью не люблю чтоб животное мучилось добивая его вот гайда крутится крутится начал звать не идет потом она сама сюда дошла подцепила вот эти кровавые следы дошла до зайца ну а дальше вы видели как обычно в своем репертуаре начала у меня забирать зайца и нифига отучиться не может от этого в общем ребята с полем заяц хороший хороший заяц еще не выбеливший но хороший большой заяц вот он он гайда молодец я молодец вот чё ты разгавкала чё ты разгавкала сейчас я тебе дам пазанок а зайцев забирать нельзя ты когда отучишься от этого когда ты от этого отучишься ребята гайда это вообще противоположность грея тот смирный тихий меланхолик а это холерик по характеру своему по хотя они брат и сестра с одного помета но ведет себя вообще противоположно и сейчас не успокоишь пока пазанки не дашь вот вот он заяц еще раз ребят вся охота у нас сегодня заняла от силы может минут двадцать двадцать пять но это даже и хорошо поэт потому что я тогда вам сегодня еще ролик про навигацию сниму ребят спасибо что вы со мной что пишите комментарии мне эти комментарии очень нужны очень нужны правда спасибо завтра пятница завтра пойдем с греем время у нас катастрофически сокращается по охотам на следующей неделе начнутся снегопады там на две недели при передают снегопады если две недели снег будет валить то все охот охотничий сезон с гончаками закончится им будет очень уже тяжело по снегу ходить тогда уже я поеду в курган по месту жительства живу я сейчас на алтае собаки у меня живут пока временно на алтае хочет на алтае вот в курган пока нет возможности перевести я думаю на следующий год только у меня возможность это появится чтобы купить дом и перевести их уже туда поэтому сейчас пока они на алтае у меня вот поеду в курган ну и там на лыжах будем с женой тропить зайца будем снимать показывать вам видео заодно в свердловскую область на рыбалку будем ездить а пока пока время есть охотимся вот как бы стало нам тут лучше вести вот второй выход взяли зайца вчера взяли зайца сегодня взяли зайца кстати гайда оформила третьего своего зайца поздравляю гайда это твой третий заяц мы с тобой хит-трик оформили красавица красавица все ребята давайте а то я много болтаю пишите много болтаю ну вот такое человек люблю я поболтать люблю пообщаться если кому-то будет интересно могу телефон оставить давайте созвонимся поговорим об охоте может вместе поохотимся давайте ребята всем добра всем удачи оставайтесь все с богом давайте до завтра завтра увидимся на охоте уже с греем всего доброго ребят ребят вот складываю ружье она все ругается вот чё ты ругаешься заяца у тебя отобрали это заяц мой я его взял тебе пазанки и каша с мясом я и так тебя кормлю на одних бобрах живешь ряху отъедаешь не ругайся не ругайся чё вот люди с другие видео смотрим у всех собаки зайца понюхают и отпускают а ты вот прямо все тебе его разоград надо на части ребят забыл в общем этот нож забыл сегодня дома пазанок и никак дать не могу сейчас бы может успокоилась но а как его отрежешь то без ножа поэтому вот гавка и тругается на меня засранка такая все чё у тебя под глазом ну-ка на посту все сейчас пойдем сейчас пойдем все давай все пойдем домой взял ребята нож это плохо заругалась опять придется зайца целиком домой тащить там разделывать вот как так и сегодня собирался еще же помню что вчера нож помыл что надо его уложить а забыл придется нести со всеми клещами со шкурой совсем домой дома уже им пазанки давай все гайда все не ругайся все идем домой скажи всем пока скажи молодец 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 подвел гайду крови пусть немножко кровь заячью полежит ребят вот идем домой гайда как и вчера грей когда домой шли во все следы тыкается тоже не хочет идти домой ребят вот я о чем хотел спросить еще в концовке видео уже попрощался как бы со всеми но в запале забыл вопрос задать если ребят кто-то меня смотрит с алтайского края с новосибирской области с кемеровской области подскажите пожалуйста куда можно отвезти ружье чтобы заменить боёк у меня лишь 26 лежит экспортный семьдесят первого года в идеальном состоянии у меня на него много патронов даже еще есть старые советские патроны папковые от деда достались их надо расстреливать а так как боёк сломан а сломался боёк об бракованный капсуль партия бракованных капсулей было я зарядил ими патроны и вот об этот капсуль сломал боёк я кстати на 16 калибре у меня где то есть видео где осечки у меня 16 калибр выдает не мог боёк пробить этот капсуль она 12 калибре вообще боёк сломался если кто-то с этих областей смотрит и знает куда можно отвезти подскажите пожалуйста потому что на 16 калибр у меня если честно осталось пять патронов заряжаю сейчас заново особого смысла не вижу потому что и ну еще максимум две недели мы от охотимся и все а 12 калибр старые патроны хотелось бы расстрелять вот да и ружье конечно нужно отремонтировать потому что я с этим ружьем на селезня весной с подсадной охотишь так что если кто-то сможет помочь буду благодарен все ребят мы уже к дороге подходим сейчас дорогу перейдем и дома все давайте ребят всем пока всем удачи гайда молодец я тоже